Приступила к тренировкам легкоатлетка Надежда Шиханова. Неделю назад вернулась в Киров из Брянска. Там прошел чемпионат России по бегу на 100 километров по шоссе. Это одно из немногих соревнований на сверхдлинные дистанции, в которых могут участвовать россияне. Для кировчанки в 2017 это был третий суперстарт. До этого, например, в мае Надежда Шиханова пробежала путь длиной в сутки. Легко ли даются такие дистанции и в чем секрет подготовки к ним, спортсменка рассказала Ирина Сырцевой. Перерыв в беге после чемпионата России на 100 километров по шоссе для Надежды Шихановой закончился на этой неделе. Второй день спортсменка до работы добирается привычным способом – бегом. Так же и обратно. Правда, по словам тренера легкоатлетки, пока программа тренировок облегченная. Организм еще восстанавливается. Поскольку она работает инженером-тректировщиком, она обычно бежит на работу 7 километров и вечером бегает 21. Но сейчас она бежит на работу 7 и назад бежит 7. Пробежки остались, они только возобновились. Но дело в том, что есть разный темп. Есть темп 6 минут на километр, есть темп 5 минут на километр, а есть темп тренировочный – 4 минуты 30 секунд на километр. Сейчас она бегает трусцой. И в таком небыстром темпе у Надежды есть еще время побегать. Ближайшие крупные соревнования, которые в планах – в феврале. И все эти месяцы спортсменка будет наращивать темп и расстояние. Ну, я обычно всегда тренируюсь по своим ощущениям. Если я чувствую, что уже надо добавлять, я добавляю скорость. Член сборной России в беге на 100 километров и в суточном беге еще два года назад выезжала и на международное соревнование. Сейчас, когда политика перешла в спортивную плоскость, такой возможности не стало, сожалеет об утраченном Андрей Пахомов. Для любого спортсмена уровня международного класса большим стимулом является именно участие в международных соревнованиях, чтобы представлять свою страну на международной арене. Тренер Надежды Шихановой надеется, что санкции с россиян снимут и уже в следующем году. Кроме бега на 100 километров и суточного бега, Кировчанка примет участие в чемпионате Европы и мира, который пройдет в Хорватии. Ирина Сырцева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.